Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приглашаем вас на свидание с природой. О родной природе много и проникновенно сказано учеными, писателями и художниками. И это понятно. Человека не может не занимать природа, писал Иван Сергеевич Тургенев. Он связан с ней тысячу неразрывных нитей. Он сын ее. Природа учит нас понимать прекрасное, так сказал другой большой поклонник и певец природы Константин Паустовский. Природа кладовая, несметными богатствами которой человек должен пользоваться по-хозяйски, разумно. Воздействие человечества на окружающую среду возросло настолько, что даже при жизни одного поколения людей ощутимо меняется облик планеты. В Донбассе, в том числе и в нашей местности, природные ресурсы используются наиболее интенсивно. Поэтому на земле нужно сохранять неповторимые творения природы и в законодательном порядке обеспечить их нормальное существование. Важной частью природоохранной работы стало заповедное дело. Уникальным уголком природы, который находится в непосредственной близости с Краснодонщиной, является отделение Луганского природного заповедника «Провальская степь» в соседнем Свердловском районе республики. Провальская степь представляет собой нетронутый целийный участок степи с холмистым рельефом, перерезаемый балками, гривами и грядами. Всего насчитывается 9 больших и малых балок. Верхние провальи, грушовая, чащеватка, верхняя и нижняя деревечки, дубовая, чургина, козина, калиновая. Их глубина от 10 до 40 метров, а балка верхняя провалья достигает 70 метров. По дну балок протекают небольшие речки и ручекки, питающиеся грунтовыми весенними металлами вода, атмосферными осадками. Летом они милеют, а некоторые совсем пересыхают. На территории Провальской степи расположены два памятника природы местного значения. Один из них – ботанический, исполинский Провальский дуб, возраст которого более 300 лет. И геологические – Королевские скалы. Участок со скальными образованиями высотой около 50 метров, протянувшийся полосой в полтора километра по правому берегу речки Верхняя Проваль. Происхождение названия Королевские скалы скрывает вековая датность, но с поколения в поколение передается легенда о том, будто в этих местах половинские орды встретились с русскими дружинами, и гонимые ими покатились назад на восток. Не могли камни, гордо стоявшие в Провальской степи, пустить дальше чужеземцев. Встали с русскими воинами на защиту земли своей вольной, и возвышаются они по сей день, гордые и величественные. Старожилы говорят – скалы короли степей наших. С западной стороны Королевских скал Низина, как гласят сказания, в эти места любила выезжать местная знать. Кроме отдыха устраивались состязания на знаменитых Провальских скакунах. Провалье, бугры, кабуны и коршун пружит над степью, седых ковылей чубы, прошитые лазурьевым цветом. Деловые люди заключали здесь торговые сделки, слышались в тихих Провальских степях звуки рожков егерей, загонявших дичь в засады охотников-богачей. Возможно, название скал происходит от близлежащего одноименного населенного пункта Королевка Краснодонского района. В прошлом эта территория принадлежала Провальскому конному заводу, который был создан в 1846 году и существовал до 1955 года, до основания на его базе совхоза Провальский. Необходимость включения в сельскохозяйственный оборот почти всей территории Провальской степи негативно отражалась на ее состоянии. Поэтому 45 лет назад, 22 декабря 1975 года, здесь был организован филиал Луганского природного заповедника на площади 588 гектаров. Провалье – уникальный талон степной природы, где преобладают характерные для засушливых мест растения, приспособленные к сухому климату и почвам. Семь видов ковыли – депчак, мятлик, танканога, жидняк, полык и кустарники, карагат, талага, побудник. Богатый и разнообразный растительный мир Провалья насчитывает свыше 650 видов высших растений. В составе флоры насчитывается более 100 видов редких и исчезающих растений, 25 занесены в Красную книгу. Сохранились эти поистине музейные экспонаты в малодоступных местах – на скалах, на крутых каменистых склонах, некоторые на окошках байрачных лесов. Немало здесь и растений, имеющих практическое значение – около 100 видов лекарственных, более 70 видов декоративных, около 50 – кормовых, свыше 20 видов медоноса. Растительный покров Провальской степи в течение вегетационного периода несколько раз меняет свой внешний вид. Пробуждается степь в конце марта, и между попыревшими прошлогодними пучками травы, то там, то здесь, проклятывает зеленый мух, тонкий налет сине-зеленых водорослей. В апреле степь начинает зеленеть, поднимаются желтые, синие и фиолетовые цветки ирисов, горецвет весенний, костенец зонтичный, крупка весенняя, тюльпаны дубраны и шленка, прострел, или, как его называют в народе, сон трава. Цветок прострела, пережидая холода, долго не распускается и опущен вниз. Только когда потеплеет, прострел гордо выпрямляется, расправляет свои крупные цветки, показывая насекомым опылителям ярко-желтые теченьки. Растение ядовито. Существует легенда о том, что медведь вырыл корень травы, съел его и охмелел. Попробовал на язык корешок и охотник, опьянел и уснул. С тех пор растение стало называться в народе сон травою. Есть еще цветок, который в природе нельзя не заметить. Адонис, или горецвет весенний, красивое и редкое растение. По легенде, этот цветок появился благодаря огромной любви богине Афродиты, красавцу Адонису. В начале мая появляются цветки у лобчатки, острогала, терна, бобовника, караганы. Летом степь имеет самый красочный вид. Цветущие ковыли и степные злаки образуют волнующее серебристое море, на фоне которого покачиваются белые цветки лобазника, сине-фиолетовые кисти шалфея поникшего, сине-розовые кисти синяка, розовеет зопник, голубеют незабудки, цветут клевера, сиренево-красная вика мышиная, то там, то здесь, мелькают желтые цветки желтушника. К концу лета злаки темнеют, цветочное буйство спадает, и степь приобретает темно-бурую окраску. Ветер катит по степи, сухие шары перекати поле, они цепляются друг за друга, превращаясь в большие шарообразные сплетения. И прокатывается по степи множество природных сейлок, необыкновенно простой, но эффективной конструкции, засеивая ее семенами. Осенью, в октябре-ноябре, степь сильно буреет и как бы замирает. В это время, после дождей, появляются зеленые проростки однолетников и озимых злаков, зеленеют мхи или шайники, с деревьев облетают золотые и багряные листья, прозрачным становится лес. И почва покрывается густым слоем опавшей листвы, которую осенние дожди все плотнее перебивают к земле. Все затихает в ожидании зимы. В начале 20 века ландшафт провалья был типичным лесостепным. В настоящее время леса встречаются только по балкам и в долинах рек. Основными лесообразующими породами являются дуб, вяз, ясень, клён, тополь чёрный, по влажным местам ольха клейкая и иволонкая, осина. Встречаются яблоня дикая, груша обыкновенная, клён татарский. В барачных лесах на полях и прогалинах встречается ясенец голостолбиковый, называемый в народе неопалимой купиной. В жару растение выделяет эфирное масло, которое окутывает куст незаметным огочком паров, вспыхивающим голубоватым пламенем. Старинная славянская легенда рассказывает, что в Иванову ночь полевые и лесные цветы устраивают хороводы при факелах ясенца. И так всё у цветов складно получается, что звёзды на небе начинают моргать от удивления. Животный мир провальской степи характеризуется пёстрой смесью степных, лесных и пустынных видов. Обитателями степных участков являются суслики, тушканчики или земляные зайцы, зайцы-русаки, полевые мыши, степной хорь, серые куропатки, жаворонки. В Байрачном лесу можно встретить самого маленького оленя, европейскую косулю. Также можно встретить лисицу, ласку, енотовидную собаку, каменную куницу. Реже встречаются кабаны и волки. В последние годы в провальской степи появился форсук. В густых зарослях терновника устраивают из зелёных листьев шарообразные гнёзда, лесные соли, симпатичные зверьки, похожие на белок, но по размерам лишь немного больше мыши. Из пресмыкающихся здесь встречаются полозы, ящерицы, гадюка степная, медянка обыкновенная. Богат и разнообразен мир пернатых. Отовсюду доносятся раскатистые переливы зябликов, мелодичные свисты и волги, нежное воркование горлиц, кукование кукушек, трель певчего дрозда. Истинным украшением байрачных лесов являются фазаны и нарядные птицы-овсянки со смолисто-чёрной головой, коричневой спиной, золотисто-жёлтой грудью и брюшком. Распространены несколько видов сов, разнообразен видовой состав птиц водоплавающих. Утки-кряквы, черки, лысухи, более редкие лебеди, гуси, агари. Редкими стали почти все хищные птицы орёл-карлик, конюк обыкновенный, лун-болотный, сокол, коршун, пустельга и другие. Самые характерные птицы провальской степи – жаворонки. В весенне-летний период их серебряные трени, льющиеся с лазурьего-синевы безоблачного неба, можно слышать с утра до позднего вечера. Услышать, как поют жаворонок, увидеть, как порхают бабочки и переливаются лунным серебром на ветру кобыль, подышать ароматами леса или цветущими степными травами, попить свежей родниковой воды – это ли не величайший подарок, который дарит нам родная земля? Восхищение и благодарность родной земле звучит в стихотворении краснодонского поэта Владимира Алимова уроженца села Провалья. Желтолопое солнце ходит в травах с утра, в кобылях-колокольцах, где шумит детвора, рос на жгучие капли разбросали лучи, в каждой травушке малой сердце семя стучит, на ступнях обгорелых цыпки ранки щемят, кузнецы-непоседы на ковальни стучат, и в разлет на обочины тропинки нитки витой, словно брызгами строчками по траве голубой. Жавороночья песня закрылатилась ввысь и зовет в поднебесье «Человек, вознесись!» Ходят дети под солнышки, ходят в травах цветах, словно малые солнышки в песнезвонных степях. Синезвездные цикории словно очи глядят синеглазых, веселых, солнцеясных ребят. Будет ведра и непогать, все познают сполна. Им запомнить бы заповедь «Степь, как мать, степь на все времена». «Степь, как мать, мать, степь, как мать, мать, степь, как мать, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Будут благодарны вам за тишину, за легкую поступь. Сегодня мы заочно ознакомились с одним из зеленых маршрутов Донбасса – заповедником Провальской стены. И если мы вас заинтересовали, то в следующий раз продолжим наше виртуальное путешествие в поисках истинной родной красоты. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok